Всем привет, вы на канале Дифи, это 10 выпуск Дифи Ньюс. В этом выпуске мы сделаем обзор на обновление, также поговорим про новый автомобиль, который совсем скоро появится в игре, так что будет очень интересно. Ну а с вас как всегда лайк, подписочка на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и я предлагаю начать с обзора на новый автомобиль, который совсем скоро появится в игре. Этот автомобиль называется Mercedes CLS 63 AMG. Выглядит Мерсик очень и очень круто, и мне, если честно, как не фанату Мерседеса даже зашел. По характеристикам, что у этого Мерсика? Класс, ну класс автомобиля, я предполагаю, что будет N-класс, тип привода задний, объем двигателя 6,2 литра, мощность 514 лошадок, лошадиных сил на тонну аж 270, Максимальные обороты 9000, масса автомобиля тонна 905 килограмм и лобовое сопротивление 0,31. Характеристики довольно бодренькие, но скинуть стоп по нынешнему Мерсику не получится. Автомобиль предполагаю, что будет в обычном автосалоне, так что ждем. Ну а теперь предлагаю поговорить про обновление 3.6.2. Это обновление уже вышло на платформе Android и касается на по большей части клана. Ведь в этом обновлении вот кардинали решили поменять вот систему команд, добавить новые фишки для вашего удобства. И сейчас мы это с вами обсудим. В общем, команда это такая группа игроков, так сказать сборная, которая собирается для достижения общих целей. И вот команда существовала-существовала, ее решили переделать. Ведь многие жаловали, что это неудобно, не круто. И разработчики реально заморочились и сделали классную систему. И сейчас мы пройдемся вот по всем изменениям. Их, конечно, не особо и много, но они приятные. В общем, первое изменение это то, что теперь появились 3 новые дополнительные раздела. И мы сейчас поговорим с вами про эти 3 раздела. Ну, во-первых, стоит начать, наверное, с фильтра. Вот с фильтра поиска команды. Вы теперь можете вот посмотреть полностью весь список каждой команды. В этом списке вы можете увидеть фильтр поиска, строку поиска. То есть вы можете теперь искать команду по названию, по определенным фильтрам. Про фильтр мы чуть позже поговорим. Также в разделе команды вы можете теперь создать команду или отредактировать имеющуюся команду, если вы занимаете определенную должность. То есть можно написать описание команды, там изменить некоторые параметры, и это классно. Также добавили типы команд открытые и закрытые. То есть в закрытые команды вы не сможете подать заявку. В закрытых командах вас будут приглашать по яичнику. И это тоже огромная фишка и огромный плюс. Ведь вам не будет приходить тысячи заявок, как это будет в открытом типе команд. Ну и как я сказал, вы можете приглашать игрока по яичнику, который он имеет в настройках игры. Также добавили второй раздел, мои заявки. Это тот раздел, в котором вам будут поступать заявки. То есть, точнее так, не вам будут поступать заявки. Это те заявки, которые вы подали в какую-то команду, и там будет вот решение этих заявок. Приняли вас, не приняли. И этот списочек вы можете отслеживать. И это тоже довольно прикольная штука. Также вот изменилась система подачи. Раньше вас приглашали, вас и сейчас могут пригласить. Но если вы хотите сами подать заявку, вы выбираете определенный автомобиль. Обязательно, наверное, самый мощный. И подаете заявку в команду, которую вы подобрали. Сейчас мы плавно перейдем к фильтрам, но прежде чем мы пойдем к фильтрам команды, я предлагаю еще обсудить третий раздел. Это раздел администрация. В нем можно посмотреть всю информацию про команду, ее участниках, флангах и многое в чем другом. Кстати, теперь при подаче заявки вы тоже можете взять и посмотреть всю информацию. Это огромный плюс. Теперь станет меньше обмана. И прежде чем вы куда-то вступите, вы узнаете все, что вы хотите узнать. Также изменилась система покупки флангов, бонусов. Мне понравилось, как ее сделали, переделали. Она стала более красивой, более нарядной. И вообще респект именно за это изменение. Да, кардинально там ничего не изменилось, но вот за внешку реально респект. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это про банк. Про банк команды. Это отдельная такая менюшка, ее разделили аж на три части, где вы можете внести на деньги счет, ну то есть положить, сделать какое-то вложение в команду. Можете посмотреть историю трет команды, ну и также посмотреть сколько кто внес в команду. Это теперь всем игрокам доступно. И это тоже очень прикольная фишка. Что еще? Как я и обещал, давайте поговорим про систему поиска, как она происходит. Ну теперь вы можете ввести вручную название команды и найти команду по названию. Команды, кстати, делятся на языки, то есть она может там разделяться, типа английская команда, какая-то русская, украинская, ну и многие другие. Также вы можете отфильтровать по количеству репутаций, по многим чем другим параметрам, это тоже респект. Также, когда вы находите заинтересовавшую вас команду, вы можете посмотреть всю информацию по типу состава команды, какие есть бусты, описания команды, ну и многое другое. И это тоже, вот как я и сказал, довольно огромный плюс, ведь теперь вы не будете сомневаться, вступать вам в команду или нет. Вы просто проанализируете для себя, подходят ли вам эти условия, и тогда решите вступать или не вступать и подадите заявку. Также, также сделали новый раздел для выбора активных территорий, просмотра репутации вашей команды. Сделали это намного удобнее, чем это было, так что тоже это, ну как бы плюс. Ну и в общем, в этом ролике мы обсудили новую тачечку, поговорили про обновление, обновление сделали неплохое, оно конечно завязано на командах, но это как бы небольшие улучшения, и они будут способствовать более удобному взаимодействию с игрой. В общем, напишите в комментах, как вам обновление, как вам новый автомобиль, который скоро будет в игре. В общем, не забывайте еще раз о лайке, за мои старания, подпишитесь на канал, с вами был как всегда Диф, и всем спасибо за просмотр, и пока-пока.